Это был финал Лиги Чемпионов 2008 года. Тогда никто и предположить не мог, что основной защитник триумфаторов в будущем станет банкротом, а один из самых преданных и любимых футболистов окажется предателем, изгоем и будет арестован. Впрочем, к черту долгое вступление, сегодня у нас лучшая команда в истории Юнайтед. И что с ними стало сейчас? Эдвин Вандерсар После московского финала голландец еще три сезона провел на Олд Траффорд, прежде чем завершить карьеру в 2011 году. На тот момент ему было уже 40 лет. В 2012 Эдвин вошел в совет директоров родного Аякса. Через четыре года назначен на должность генерального директора. Именно при нем амстерданцы дошли до полуфинала Лиги Чемпионов. Однако при нем же впервые за 14 лет не смогли в нее пробиться. Случилось это летом 2023-го. Всю ответственность Вандерсар взял на себя. А через несколько недель попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Сейчас жизни легендарного голкипера ничего не угрожает. Его выписали. Но карьеру пока поставил на паузу. Уэсли Браун Браун – воспитанник знаменитой Академии Манчестер Юнайтед. За 15 лет во взрослой команде на его счету 362 игры, 7 титулов чемпиона Англии и 2 Кубка Лиги Чемпионов. Игрок сборной Англии, в конце концов. Удивительно, но футболист такого уровня умудрился стать банкротом. Год назад британское управление по налоговым и таможенным пошлинам подало заявление о банкротстве 44-летнего Брауна. Экс-футболист задолжал шестизначную сумму. Дела настолько плохи, что Уэс не смог погасить кредит даже за машину. Неудачные инвестиции вкупе с попытками повторить образ жизни товарищей, которые зарабатывали в разы больше, стали ключевой причиной его финансового краха. Добавим сюда дорогостоящий развод и любовь к покеру. И вот уже действующие и бывшие футболисты Манчестера помогают тебе снимать жилье. Конечно, Уэс не пропадет, он подрабатывает экспертом на спортивных телеканалах и ведущим на клубном ТВ. Однако особняки за 7 миллионов фунтов стерлингов теперь ему будут только сниться. Даррен Флетчер Всего через три года после победы в Лиге чемпионов карьера Флетчера оказалась под угрозой. Причина – хроническое заболевание кишечника, язвенный колит. В декабре 2011-го шотландец на неопределенное время приостановил свою карьеру. Затем были два года интенсивного лечения и несколько хирургических операций. Полноценно вернуться в футбол Даррен смог только в 30. Однако уровень United он уже не тянул. После четырех лет в командах рангом значительно ниже Флетчер вернулся в United, где работал с футболистами до 16 лет. В 2021-м вошел в тренерский штаб основной команды, а с марта того же года работает техническим директором красных дьяволов. Непредсказуемость – это то, за что мы любим футбол. А вот в повседневной жизни как раз все наоборот. Хочется контролировать каждую секунду своего времени. Гораздо проще это делать с ОСАГО от Тинькофф страхования. ОСАГО от Тинькофф для вас, если вы хотите иметь полный комплект документов на авто, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД, и не хотите платить штрафы за отсутствие страховки. Если вы хотите быть уверены в том, что в случае ДТП сможете выплатить расходы пострадавшей стороне. Если вы хотите, чтобы страховая компания взяла на себя урегулирование страхового случая при ДТП. Если вы хотите получить компенсацию расходов в случае мелкого ДТП. И, конечно, если вы уважаете свои права и права всех участников дорожного движения. Основные преимущества ОСАГО от Тинькофф страхования. Оформление онлайн. За две минуты не нужно тратить время на поездки в офис и бессмысленные очереди. Страховая выплата всего за один день. Если в вас кто-то въедет, заплатит Тинькофф страхование, а не другая страховая. Служба поддержки работает круглосуточно и без выходных. Оформе ОСАГО и КАСКО в Тинькофф с кэшбэком до 30% в мобильном приложении или по ссылке в описании. Рио Фердинанд Рио Фердинанд – легендарная фигура в истории Юнайтед и сборной Англии. 455 игр в составе Юнайтед, 15 кубков и титулов. Однако последний год профессиональной карьеры получился ужасным. В свои 36 футболист еще горел желанием играть. Перешел в Куинспарк Рейнджерс, чтобы помочь команде остаться в АПЛ. Но уже к середине сезона Рио перестал появляться на тренировках. О причинах стало известно только в мае 2015-го, когда СМИ сообщили о смерти супруги футболиста. Они были вместе 15 лет. Причиной стал рак. Женщина сгорела всего за три месяца. Подавленный Рио бросил футбол, а его команда вылетела из Премьер-лиги. Не успев отойти от этого удара, через два года бывший футболист похоронил маму. В это время он принимал участие в боксерском шоу. Со слов самого Рио, в этом виде спорта он нашел спасение в тот сложный период. Целью участия в шоу было получить лицензию от британского совета бокса и провести профессиональный поединок. Несмотря на то, что провести профессиональный бой ему так и не разрешили, этот год помог ему перезагрузиться. На сегодняшний день бывшему футболисту United удалось стать одним из лучших футбольных экспертов и ведущих Британии. У него есть собственное ток-шоу и подкаст на YouTube. А по некоторым данным Рио входит в тройку самых богатых специалистов, освещающих футбол. Вот это мы понимаем, несгибаемый характер. Как вам идея создать отдельный выпуск про Рио? Голосуйте! Если сегодняшний ролик наберет 10 тысяч лайков, мы это с радостью сделаем. Неманья Видич Неманья Видич, возможно, один из лучших защитников, которые когда-либо были у Манчестер Юнайтед. Настоящая легенда. И уже мало кто вспомнит, что переходил он туда из московского Спартака, а заканчивал в Миланском Интере в 2016 году. Сразу после карьеры серб погрузился в строительство и развитие отелей на Балканах. Но сейчас он снова готов вернуться в футбол и сразу в качестве руководителя. В начале 2023 года Неманья Видич выдвинул свою кандидатуру на пост президента Футбольной ассоциации Сербии. Он собирался бороться с коррупцией, однако вскоре снял свою кандидатуру со словами «Перед тем, как занять должность в сербском футболе, видимо, сначала нужно отсидеть срок в тюрьме». Патрис Эвра Перед тем, как закончить с футболом, в 2019-м Эвра успел выиграть еще три титула с Манчестер Юнайтед и два с Ювентусом. Одному из фанатов Марселя он навсегда запомнился своим кунг-фу, а болельщикам молотобойцев – тремя незабываемыми месяцами в Вестхеме. В 2021 году бывший футболист поведал всему миру о своем тяжелом детстве. В 13 лет Патрис подвергся сексуальному насилию со стороны учителя. Теперь с помощью своих социальных сетей он старается обратить внимание общественности на эту проблему и на проблему расизма в спорте. Все это Эвра совмещает с работой экспертом в студии Скайспотс. В том же году создал свой собственный ютуб-канал, где, впрочем, посмотрите сами. Оуэн Ли Харгривз Последующие после финала годы Харгривзов Юнайтед были омрачены травмами колена. Закончил с футболом всего через 4 года в Сити. В 31 год. Позже сэр Алекс назовет его одним из своих худших трансферов за всю карьеру. Сейчас бывший футболист работает экспертом на самых рейтинговых каналах Англии и Германии. Примечательно, что, согласно цифрам, собранным британским сайтом Gambling Zone, англичанин входит в тройку самых богатых специалистов, освещающих футбол, поделив второе место с Мартином Тайлером, голосом английской премьер-лиги и футбольных симуляторов серии FIFA. На первой строчке расположился Тьерри Анри, а тройку замкнул, как мы уже говорили, Рио Фердинанд. Рейтинг не является официальным, но позволяет оценить примерный расклад сил. Пол Скоулс Скоулс – один из самых выдающихся полузащитников Юнайтед за всю историю клуба и страны. Теперь он футбольный эксперт на ТВ и один из владельцев клуба из родного города Солфорд, выступающего в четвертой по счету Лиге Англии. Пол готов работать и тренером, но только при условии, что не нужно покидать пределы знакомых с детства улочек. Даже если эти клубы из низших дивизионов Англии. Скоулс как был домоседом во время карьеры, так им и остался. Майкл Каррик Каррик провел на Олд Траффорд 12 лет, выиграв пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов. Повесив бутсы на гвоздь, стал правой рукой сначала Мауриньо, потом Сульшера. В один момент даже руководил командой в качестве временного наставника Юнайтед. В сезоне 22-23 начал самостоятельную работу, возглавил клуб Миддлсбро и чуть сходу не вывел команду в Премьер-лигу. В этом году клуб Каррика пока что идет на 13-м месте. Криштиано Роналду Здесь слова излишни. Роналду – один из двух величайших футболистов всех времен и народов. Спорить с этим нет никакого смысла. Карлос Тевес Вы можете как угодно относиться к Карлосу Тевесу, называть его предателем, продажным человеком, однако не уважать пройденный им путь просто невозможно. Об этом у нас есть отдельный выпуск. Официально о завершении карьеры аргентинец объявил летом 22-го и сразу возглавил клуб Росарио. Летом 23-го – Индепендиенте, один из самых титулованных клубов Аргентины. На данный момент команда Тевеса в своей подгруппе идет в тройке. Уэйн Руни Уэйн Руни – наглядный пример того, что большой футболист – это не всегда хороший тренер. С 21-го года по сей день англичанин успел поработать уже в трех разных клубах. В первый полноценный сезон команда Уэйна Дерби Каунти вылетела из чемпионшипа, а в США его DC United занял 23-е место из 29-ти. В октябре прошлого года легенда английского футбола возглавил Бирмингем, но не пошло и там. Результаты говорят сами за себя – 15 игр, 9 поражений при двух победах. Уэйна уволили через три месяца. А команда в шести следующих играх одержала три победы и теперь имеет хорошие шансы не вылететь. Райан Гиггс Когда-то считалось, что Гиггс – синоним слова «преданность». 27 лет профессиональной карьеры в одном клубе. До некоторого момента человек, если не с кристально чистой репутацией, то очень близко к ней. Без сомнений – легенда английского футбола. Как оказалось, еще и неплохой тренер. При нем сборная Уэльса отобралась на чемпионат Европы 2020 года, но на этом, пожалуй, все и закончилось. В ноябре 2020 года Валиец был арестован по подозрению в нападении на свою девушку и ее сестру. Вот фото девушки через несколько дней после инцидента. Тогда Гиггс окончательно себя дискредитировал. Ведь к этому моменту Англия уже относилась к нему с недоверием, а родной отец не называл имя сына, используя выражение «экс-футболист». Ну а какого еще отношения хотел к себе человек, который 8 лет спал с женой своего младшего брата? В итоге Гиггс был отстранен от работы в сборной. После английская ассоциация не включила его в зал славы АПЛ. Разбирательства шли три года. Летом с «экс-футболиста» сняли все обвинения в связи с отказом девушек давать повторные показания. Сам Валиец уже объявил, что хочет возобновить тренерскую карьеру. Однако желающих пока нет. И в этом нет ничего удивительного. Ведь работодатель должен тебе доверять. А как верить человеку, который может воткнуть нож в спину родному брату? Нани 30-летний португалец до сих пор играет в футбол. После года в итальянской Венеции и австралийском Мельбурне Нани подписал договор с турецким Адана Демирспор. В 29 играх этого сезона набрал 6 очков по системе «Гол плюс пас». Команда идет в середине турнирной таблицы. Андерсон Карьера Андерсона – это некое пособие, как собственноручно загубить свой талант. Напомним, бразилец был признан лучшим молодым футболистом 2008 года, но уже в 27 лет вернулся на родину. В 31 год закончил с футболом. Сейчас Андерсону 35 лет. Последние 4 года он помогает тренеру молодежной команды Адана Демирспор. Пак Джи Сун Кореец всегда был умным и трудолюбивым парнем. После завершения карьеры Пак поступил в государственный университет в городе Лестер. Получил международную степень магистра менеджмента права и гуманитарных наук в области спорта. В 2021-м практиковался в Куинс Парк Рейнджерс в качестве тренера юношеских команд. Последние полтора года работает техническим директором южнокорейского клуба Чонбук. Этот пост он совмещает с работой в Азиатской конфедерации футбола. Джон О Ши Джон О Ши оставил после себя наследие, которое Манчестер Юнайтед и ирландские футбольные болельщики будут помнить долгие годы. После карьеры он посвятил себя тренерской деятельности. С февраля 2023 года является помощником главного тренера сборной Ирландии, а также несколько месяцев входил в тренерский штаб Уэйна Руни в Бирмингеме. Луи Саа После ухода из профессионального футбола Саа сработался с крупным специалистом в сфере IT-технологий Патрисом Арнера. Вместе они создали частную сеть для профессиональных спортсменов под названием «Эксис Старс». Она должна помогать бывшим и действующим профессиональным спортсменам управлять своими финансовыми делами, избегая аферистов. Сам Луи однажды признался, что этим проектом он гордится больше, чем своими достижениями на поле. Ведь по статистике 50% футболистов не могут самостоятельно распоряжаться карьерой и в итоге становятся банкротами. По сути, платформа просто является посредником между футболистом и специалистами и берет комиссию за сделку. Луи достаточно умный парень, чтобы понять, что на футболистах нужно успеть заработать до того, как они все потеряют. Гарри Невилл Гарри Невилл пропустил весь сезон из-за травмы, но было бы неправильно не вспомнить о нем в этом выпуске. Еще одна легенда Юнайтед. После того, как повесил Буци на гвоздь, несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Англии. Затем год наставником испанской Валенсии, где быстро понял, что эта профессия не для него. Принятие этого решения ускорили 0-7 от Барселоны и 4 поражения в пяти последних матчах. Гораздо лучше у него получается на телевидении. В январе этого года английские любители футбола назвали его лучшим футбольным экспертом страны. Одна из его последних фраз разлетелась по всему миру. Дети Клоппа играли против синих бутылок стоимостью в миллиард фунтов. Как мы с вами видим, многие из того состава Юнайтед нашли себя и после игровой карьеры. А примеры Луиса Аа, Вандер Сара, Невилла и Рио Фердинанда еще раз подтверждают фразу «Талантливый человек, талантлив во всем». Если вам заходит такой формат видео, ставьте лайк и пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в наших следующих выпусках. Может быть праймовый Милан, Анчелотти? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!